Валерий Курас 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 Мы должны бороться, не только для правительства, но и для нашего будущего, для развития и для возможности жить в нашей стране. Потому что создается впечатление, что мы в будущем не будем жить. Складывается впечатление, что нас пытаются просто выгнать из нашей страны. Посмотрите, сколько людей бежит, молодежь, пожилые, потому что работы нет, пенсии нет, зарплаты нет. Вы представляете, как у пенсионера, у которого полторы тысячи пенсий, он может платить три-пять тысяч лень счета. Откуда? Майя Санту, откуда? В отставку! Демиссия медиазы! Демиссия! Немножко ближе подойдем к народу Республики Молдова. Приятнее, чем в той двери, честно. Хочется подальше от этого брака и беспредела. Мы ее сейчас вызовем, пригласим на ковер и чтобы отчиталась перед народом Республики Молдова, перед кишиневцами. Сегодня мы собрались на этот флешмоб не от того, что нам живется хорошо, а от того, что нам живется каждый день. Все труднее и труднее. Для того, чтобы народ Республики Молдова проснулся наконец-то, потому что если мы сейчас не станем на защиту интересов наших пенсионеров, наших инвалидов, наших молодых семей, мы останемся без будущего. Мы останемся без нашей страны. И в этом виновата одна персона. Это Майя Санду. Поэтому давайте ей прокричим... ЖОС МАЯ САНДУ! ЖОС МАЯ САНДУ! ЖОС МАЯ САНДУ! Майкария Замеруда! ЖОС МАЯ САНДУ! 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 Каждый день, друзья, вместо того, чтобы получать хорошие новости, мы получаем следующие новости. Подорожал газ, подорожал хлеб, подорожали продукты питания, подорожал бензин, подорожал свет. Они нам обещали хорошей жизни, но они обеспечили сегодня реальную хорошую жизнь только для себя. Потому что они не выходят из своих теплых кабинетов, они не выходят к народу с отчетом, они продолжают использовать кризис безумцев и пиариться за счет этого. И сегодня они делают каждого пенсионера, каждого жителя Республики Молдова, оставляя его без будущего, мигрантам и беженцам. Потому что сегодня не на что жить с нашим пенсионерам. Пускай она попробует прожить на полторы тысячи лей. Пускай она попробует пойти и постоять два-три часа за социальным хлебом. Пускай она попробует прожить по два-три часа за пенсией на почте. Нет, она не знает проблем сегодня простого народа. Пускай выйдет по улицу и мы ей скажем. Давайте мы покричим. Майя Санту ешафари! Майя Санту ешафари! Майя Санту ешафари! Майя Санту ешафари! Наши дети, нашим пенсионерам, нашим инвалидам живется все труднее и труднее. К сожалению, мы стали чилистами еще одного беззакония. Они как рейдеры ночью сняли у Кишинева и отжали Молдэкспо. Это центр временного размещения беженцам. И попытались забрать все, что там люди давали нашим беженцам. Я на последнем заседании муниципального совета сказал следующее. Сегодня наши пенсионеры вынуждены выживать. Все излишки продуктов и услуг мы должны передавать нашим пенсионерам, нашим инвалидам, которые в Кишиневе тоже в этом нуждаются. Мы не должны забывать сегодня о самых уязвимых категориях. К сожалению, власть, сидящая в том парламенте большинство, в этом здании президент забыла о своих обещаниях, которые отдала народу. Поэтому мы сегодня пришли с четким посланием. Демиссия! 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 Майя Санду крадет нашу жизнь! Майя Санду – воровка! Майя Санду – воровка! 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 Женька, не отримите провокаторий платить в бани попору лой Молдовинеску, да? Отсама! Яенька платеж на касавина провокаторий, на плашмовориле ностре пашниче. Русьи НО! Русьи НО! Русьи НО! Русьи НО! Русьи НО! Русьи НО! Ваше пиар, без спатья нашу и без сайтом. Илон Шор! Русьи НО! Офаря! А привет! и не потому что мы будем хорошие времена. Мы здесь потому что мы будем очень, 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 очень Доброе утро! Este ultima dată când vom veni în fața acestei președinții și ne vom cere drepturi. Ne vom cere dreptul de a trăi decent acasă aici, de ne cere dreptul de a reveni toți din diaspora acasă. Pentru că în campanie electorală nu vorba nimic decât despre locuri de muncă, despre salarii, despre pensii, despre vremuri bune. Iar aceste vremuri bune s-au transformat în coșmar. Este un coșmar pe care îl trecem noi în fiecare zi, zi de zi. Da, poate aceste vremuri bune au venit, dar nu la noi. Nu la oamenii de rând, nu la oamenii care își duc zilele cu greutate în fiecare zi. Nu la oamenii care au o pensie de 1500 de lei, care nu știu cum să o împartă. Nu la oamenii care își iau medicamente pe datorie în farmacii. Și nu la oamenii care stau într-adevăr câte 3-4 ore ca să își cumpere o bucată de pâine socială. Foarte des, de la aceste magazine, unde această pâine socială este foarte puțină pentru numărul de cedățeni care duc lipită, foarte des această pâine nu ajunge pe masele cuiva. Iar ăștia de la guvernare, ăștia care stau în clădiri frumoase, calde, amenajate, au uitat pur și simplu de ceea ce ne-au promis. Au uitat că sunt aici pentru noi și nu pentru ei. Haideți să le amintim că promisiunile trebuie realizate, iar oamenii au nădejde, au avut nădejde până astăzi. Dar începând de astăzi, trebuie să ajungă la ei mesajul că noi am obosit să așteptăm. Noi nu mai vrem să așteptăm și cerim pur și simplu demisie. Demisie, 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 demisie. Guvernul a venit să ne scoată din criză. Guvernul spunea că nu vom avea crize. Guvernul spunea că vom avea o majoritate. Atunci se vor înțelege între ei și vom avea o viață îndălșugată. Este foarte complicat, dar într-adevăr trăim niște demuri foarte grele și asta ne așteaptă încă pe zi ce trece. Pentru că auzim în fiecare zi despre majorare de prețuri, auzim în fiecare zi despre necesități și nici de cum nu auzim despre majorare de pensii și nici de cum nu auzim despre salarii și nu auzim despre locurile de muncă care au fost promise cândva. Nu auzim despre bunăstarea ceia care ne-au promis-o în campanie electorală. Suntem aici într-o situație foarte dificilă. Avem o criză, avem un haos în țară, pentru că stăpâni nu avem, pentru că nu avem o persoană care să știe de ce are nevoie poporul său. Într-adevăr, cum a zis doamna deputat, nu merg în teritoriul deloc. Noi suntem mai mult și sâmbătă și duminică. Suntem pe lângă cetățeni și vedem în fiecare zi care sunt problemele cu care se confruntă. Suntem zi de zi în satele noastre care înțelegem care sunt dificultățile. Suntem printre popor și ne dăm seama că timpurile bune nu sunt și nu vor fi în timpul cel mai apropiat. Din potrivă sunt niște timpuri foarte, foarte grele. Este timpul ca cei care stau la guvernare să înțeleagă că au ieșuat, să înțeleagă că nu și-au atins obiectivul, să înțeleagă că este timpul să cedeze aceste porturi oamenilor competenți, oamenilor care știu să administreze. Și aceasta ne-am demonstrat-o prin foarte multe localități, unde la putere sunt Partidul Politic Șoar, unde acolo sunt oameni care le doare sufletul pentru poporul său, ci nu pentru scaunele cuiva. Haideți să le amintim guvernanților că este timpul să plece. Este timpul, Maia Sandu, să plece din această guvernare. Este timpul ca noi să trăim decent, la noi, acasă. Demisie! Демизие! Жос, Майя Санду! Жос, Майя Санду! Жос, Майя Санду! Ne fură în fiecare zi 3 milioane de dolari de la cetățenii moldovinești. Unde-s banii, Майя Санду? Жос, Майя Санду! Жос, Майя Санду! Da, într-adevăr, criza de război din statul vecin ne-a pus încă o dată la o foarte mare descrâncere. Am rătat încă o dată că suntem un popor unit și ne-am răsuplicat mâinicele. Am primit acești refugiați în fiecare localitate și în fiecare casă. Dar, cu părere de rău, nici aici guvernanții NUS, nici aici statul nu este. Ne-au dat acești refugiați și i-am primit și o să-i primim în continuare. Pentru că așa suntem noi un popor mărinimos. Pentru că așa suntem noi un popor care întinde mâna la nevoie. Iar guvernanții nu ne-au trimis în teritoriul nimic. 3 milioane de dolari în fiecare zi care spun ei că pleacă pentru acești refugiați. În Răioane n-a ajuns nimic și nu numai în Răioane, ci și în municipiu. Ne-au trimis doar niște regulamente care nici ele nu au nici un caracter juridic. Ne-au trimis niște regulamente scrise peste noapte care nici ei, dacă le-ar citi, nu și-ar da seama despre ce este indicat acolo. Vrem să știm. Am auzit foarte multe și în ultima perioadă chiar și acei din diasporă s-au revoltat, că s-au unit și ei, s-au mobilizat și trimit foarte multe ajutoare în țară ca să ajungă la acești refugiați pentru că au nevoie acești săraci oameni care peste noapte s-au trezit că nu mai au nimic. Și uitați-vă, mare ipocrizie este în țara asta pentru că acești ajutoare care trebuie să ajungă pentru refugiați dispar, dispar pe drum. Nu ajung nici măcar la depozit, nu ajung nici măcar la ei acasă. Acestea nu sunt vorbele noastre, ci sunt vorbele diasporii. Sunt vorbele diasporii care au solicitat să intervine guvernanții ca să înțeleagă unde au ajuns aceste ajutoare. De ce ei nu ajung la destinație? De ce nu ajung la oamenii care au nevoie? Încă o dată ne demonstream că la guvernare aveam doar niște corupți care cândva ne-au promis că vor fi transparenți, că vor încerca să fie tot frumos. Jos mai e Sandu! 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 правительство, которое только обещает, берет кредиты и ничего не делает. Нам тоже сейчас повышают цены на свет и говорят, вы не волнуйтесь, у вас все будет хорошо. Но каждый днем все хуже и хуже будет. Долой эту власть! Долой мою санду! 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 Я хочу, как Настра, сейчас, обратить внимание на то, что происходит в этот момент. У дамы, предупреждает, что хочет идти на дамы прежените, который сказал, что он преженителен страны, который был выбран, про Баба Шигатова на участок и Чивидец. Я... Ну, хватит, я не трену, на участок кладири. Вещи кладири, а часто есть от у меня вас. Это ваше здание. И сюда не пускают наших граждан, которые платят зарплату этой бессовестной марионетки Майи Санду. Вы видите, что происходит? Пенсионеры, которые строили нашу страну, не могут подойти даже к этой двери дворца Майи Санду. Ужас и позор. Мы уверены, что вы не ждали такого. Позор! 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 Майи санду! Бsinging... Мы, of course, мы платили все крутое для маукаситель. Но мы сегодня года мы уже ценим какие-то активные closed Nicochем невыно. Мы светили assim TI Если ты идешь на 50 секунд в саре с 15-19 килограмм, это не проповедение. Это пакет фаин для маналит. Но это моя рушение. Молдова, которая была всегда хранительной, а попору ей, чтобы приезжать на островище. Я скажу, что я ничего не делал в группе, но я не делал это. И я иду на бисеринку, и я иду на бисеринку, и я дам дипломану, если не уйти, что у меня не уйти, потому что я работаю всю жизнь. У меня есть 33 лет, и у меня есть стажа, и с инвалидом в группе 2, и у нас, в инвалиде, мы не уйти, все, все. Все. Мы нужны и медицинские, мы просто платим коммунальные, но медицинские стоят несколько денег, которые еще ниже не помогают на древности. Медицинские, так же, и рис у людей. Рущине! Ружине! 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 Оборвание! 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 У нас все равно есть ошибка! Причина, не отдающая виновь была в экстренале. Демисие! 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 Дорогие мои партийцы! Дорогие пенсионеры! Я так же как и вы мечтала, что у нас будет достойная старость. С детства по детским домам и голодные. И когда уже казалось, что вышла на пенсию. И что это за пенсия? Нам обещали хорошую жизнь. А сейчас только и слышно Майя Санду говорит, что идут трудные времена. Уже труднее куда заплатить за квартиру. Какие деньги нужны? Плюс сейчас свет подымают. Плюс цены на все продукты. Каждый день растут цены. Они не думают о пенсионерах, что мы строили этот город. Что мы работали на предприятиях, в больницах, кто где смог. И добились этой пенсии, которая мизерная пенсия. Две тысячи. И если это пенсия, то простите меня, пожалуйста. Они себе сделали пенсии. И еще требуют большего. А нам только обещают. И лишь не выполняется обещание. Такое правительство ПАС нам не нужно. ПАС должно уйти в отставку. Вместе с лидером Майей Санду. В отставку! Дорогие наши. Все, кто нас сейчас смотрят. И конечно же те, кто пришли. Спасибо вам за храбрость. Вы когда-то спасали нашу страну. И вы сейчас ее спасете. Мы освободим нашу Молдову. От Майей Санду. Мы это сделаем. Обязательно. Все наши люди. Вместе с партией Шор и с Иланом Шором. Хочу обратиться от имени молдавского народа. К Майей Санду. Сама адресе. Зенумели попоролы. Молдовинец. Петрука. А вема честри. Сундем сустенуть. Блина. До сила. Блина. Суга. Принец. Суга. 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 Почу. Ко, кое су, ну да. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Майя Санду. Восстал бы это правительство и победа будет наша. Победа! 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 Ура!